Друзья, здравствуйте! Рад представить вашему вниманию, на мой взгляд, один из лучших роликов, один из лучших диалогов Герпеса Адольфовича. Здесь мы многим уже задаемся вопросом, почему на таких основаниях звонилки представляются громкими такими статусами, именами, я имею в виду, должностями. И вот, пожалуйста, очевидный такой пример, как эта должность ничего не весит. Что это за пустой звук? Я представляю, вот эта вот дурочка, которая так рьяно начала, как она краснела, наверное. Мне кажется, вот реально даже таких вот безмозглых это все-таки должно задевать. Ну, вы услышите, все поймете. Там, наверное, она залилась краской, как, я не знаю, что. Ну, давайте слушать Герпесу Адольфовичу очередной раз большой пламенный привет. Добрый день! Здравствуйте, кто это? Это эксперт судебно-искового отдела коллекторского агентства «Феникс». Я могу услышать Валентину Ахмедовну? Ну, знаете, как имя, отчество, напомните? Наталья Рафаилевна. Наталья Рафаилевна. Дело в том, что вы эксперт судебно-какого-то там отдела, ну, персона очень серьезная, судебно-исковой отдел, ну, серьезная персона, и вы наверняка сейчас со мной будете на одном языке разговаривать, потому что ваши коллеги, ну, они, правда, не такими громкими должностями апеллируют, но все-таки я ее двоюродный брат, старший. Зовут меня Герпес Адольфович. Я приехал специально, чтобы юридическим образом, совершенно адекватно разобраться с ее проблемами кредитными. И очень хорошо, что мне позвонил, наконец-то, специалист. Я готов с вами пообщаться и все решить. Потому что с вашими коллегами невозможно. Они говорят одни и те же вещи. Такое ощущение, что они читают по бумажке, либо с экрана компьютера. Они не готовы вести конструктивный диалог. Пытаются постоянно в параллель со мной разговаривать. Какой-то ужас. Наконец-то мне позвонил меняемый, надеюсь, специалист, коли, ну, такое громкое название-то не просто так вам, наверное, присвоено. Итак, давайте, что там у нее? У нее задолженность перед коллекторским агентством. Перед коллекторским агентством. То есть, насколько я понимаю, какой-то кредитор продал право взыскания по договору цессии или только на основании агентского договора это все происходит? По договору цессии. По договору цессии. Какой кредитор продал? Тинькофф банк. Тинькофф банк. Очень хорошо. Но, к сожалению, сейчас мы не можем констатировать 100% эту информацию. Как давно это произошло? Как давно он это сделал? Когда вы заключили договор? Вы в этом коллекторском агентстве как раз-таки и трудитесь, насколько я понимаю, да? Да, конечно. Ага, когда у вас есть информация? Когда банк Тинькофф осуществил эти мероприятия по поводу передачи право взыскания? В 2016 году. То есть, 30 дней прошло на основании 230 федерального. Вы знакомы с 230 МФС? Да, конечно. Девятая статья что у нас там гласит? 230-я? Нет, нет, нет. 230 федеральный закон, статья 9. Ну, нет, я не претендую, я тоже не все наизусть знаю. Я вам скажу, что кредитор обязан, обязан, я подчеркну, даже не так, кредитор обязан уведомить должника о появлении третьих лиц в 30-дневный срок и, конечно же, письменно через почту России, ну, и так далее и тому подобное. Ну, не обязательно уведомление о врушении, должно быть письмо заказано. К сожалению, Наталья Рафаиловна, у меня пока нет в наличии факта, доказывающего то, что по закону вы сейчас действуете. Давайте лучше какой-то другой банк будем эксплуатировать. Тиньков пока не соблюдает закон, и в этой связи я имею полное право игнорировать все требования. Закон не исполнен, что поделаешь. А мы обязаны, как граждане Российской Федерации, я надеюсь, для вас это не секрет, выполнять только законные требования, а никакие не выполняем. Мы выполняем только законные требования. Вам никаких требований вообще выполнять не нужно. Вы сейчас нам предлагаете выполнить какие-то требования и утверждаете, что вы законный представитель банка Тиньков. О чем, кроме ваших слов, никаких доказательств нет. А эти доказательства, которые со слов из трубки, они косвенные. Их невозможно принимать в какую-то степень стопроцентности, даже возводить. Дело в том, что когда была переуступка прав должнику, было отослано счет выписка. Зачем? Никакого договора она не получает. Никакой договор о переуступке прав... Не-не-не, вы главное не беспокойтесь. Мы здесь с вами не конфликтовать тут собираемся. Мы расставить... А я слышу, я слышу, у вас запинаться стали. И говорить какую-то ерунду какую-то, извините, конечно. Ну мы с вами коллеги, я надеюсь, у вас тоже юридическое образование есть. И наверняка, коли вы в такой серьезной должности занимаете место, у вас, наверное, и практика существует. А вы же знаете, как мы говорим, когда человек, ну, говорит одно, а не знает, о чем говорить. Мы их называем дилетантами. Ну ладно, я надеюсь, вы не такой человек. Итак, что вы там говорили про договор, которого не существует? Только, пожалуйста, внимательно не вступите в фекалии, потому что я вам говорю, я преподаю юридическое право, и я могу сейчас из ваших слов сделать выводы, что мы вообще никому ничего не должны. Сейчас я услышал ключевую, на мой взгляд, фразу, и я настаиваю, чтобы вы развивали мысль. Нет договора. Это что означает? Вы же юрист, вы понимаете, что отношения на основании закона о банках и банковской деятельности должны фиксироваться долговой распиской с росписями двух сторон. С росписью той стороны, которая взяла, и росписью той стороны, которая дает лично. Да, никакие там договоры, правила, оферты здесь неуместны, это не услуга, это закон о банках и банковской деятельности. Долговая расписка. Стоп, факт, фундамент. Ну, вы знаете наверняка все это. Итак, что там про договор? То есть вы хотите сказать, что при получении кредитной карты она не расписалась в договоре? Это не я хочу сказать, об этом говорит закон. И договора нет, вы сказали. Это не я говорю. Это вы сказали, что договора нет. Я сказала, что есть договор цессии. Не, не, а при чем здесь договор цессии? Договор кредитный, кредитный договор, долговая расписка есть ли? Мне сейчас... Причем здесь долговая расписка? Как это? Ну, я хочу выяснить, должна моя сестрица кому-нибудь, или это все профанация? Ваша сестра должна к коллекторскому агентству. Пока что нет. Ну, мы с вами выяснили уже, Наталья Рафаиловна, уважаемая моя, дорогая моя. Я понимаю, что наверняка ваша компетентность немного отстает от моей, но ничего, все у вас впереди, надеюсь. Итак, мы же начали с того, мы четко по пунктам разложили, что прежде чем выдвигать требования и обозначать их как законные, мы должны... сторона, которая выдвигает эти требования, должна выполнить все нормы законодательства. А именно, в первую очередь должен был банк Тинькофф прислать нам заказным письмом через почту России уведомление о том, что теперь есть третьи лица. Договор, копию договора цессии. Потому что мы не кто-то там, а мы сторона, участник договора. И при появлении третьих лиц, мы обязаны... одна из сторон обязана уведомить вторую сторону. Это нормально, это даже простой школьник должен понимать. Это раз. Во-вторых, договор, договор кредитный. Либо вы оговорились, либо я действительно зацепился за вас, и теперь я намерен развивать мысль, что договора кредитного нет в Тинькоффе? Ну, коль вы по цессии взяли, я не знаю почему, вы по цессии взялись, да, работать, то есть у вас должен быть весь пакет документов, вы коллекторы, вы же с целью... Да, да, и у вас должен быть весь пакет документов, в том числе второй экземпляр кредитного договора. Еще раз повторю, ни оферта, ни ацепт, ни анкета, ни расписка какая-нибудь там. А какой договор вы требуете? Я не требую в коем случае, если его нет, я просто посмеюсь и сестрицей скажу, все, расслабься, моя деятельность в отношении банка Тинькова держала победу, ты никому ничего не должна. Договор заключается между двумя юридическими лицами. Почему вы такой... Ой, у меня что-то есть подозрение, вы-то сказали всего десяток слов, а я уже осмелюсь сделать выводы, что вы, наверное, блефуете, сказав, что вы там какой-то очень крутой специалист, а у вас наверняка даже среднего образования юридического нет, да? Как это так? Договор может заключаться только с двумя юридическими лицами. Я вам открою глаза душам. А что, а юридическое лицо с физическим лицом не может договор заключить? Вам приходит счет выписка. Зачем? Что зачем? Вот именно, зачем. Вы сказали, сейчас вы озвучили какую-то версию. Вам приходит счет выписка. Я вам задаю вопрос, зачем? А в вступки прав... Да я не говорю, я спросил, зачем она приходит ко мне. Она ко мне, во-первых, не приходит, я еще не видел ни одного визита этой счета выписки. Чтобы вы знали, что банк Тинькофф переуступил свои права. То есть, а что он мне не пришлет отрывок из повести Лермонтова Мцири? Просто подпишется, что это Тинькофф, и на основании этого я буду понимать, что он переуступил. А можно еще прислать мне, я не знаю, ну там, что-нибудь из Пушкина, а можно вообще, я люблю очень Задорного, ой, простите, Жванецкого и творчество Задорного, можно выдержки тоже оттуда прислать. А что, и написать, а вот на этом основании вы должны. А выписку зачем мне прислать, они должны? Чтобы вы знали, что банк уступил право требования коллекторскому агенту. На основании того, что он мне прислал выписку, я вдруг должен догадаться, что он что-то там кому-то уступил. Вы так хотели выразить свои мысли? Не догадаться, а прочитать. Что там прочитать? Выписки? Да. Нет, дорогая моя, есть четкое официальное уведомление, форма уведомления. Здравствуйте, Федор Иванович. Здравствуйте, там Герпец Адольфович. На основании того-то, того-то закона наша организация переступила право требования тому-то, тому-то. Реквизиты полностью. На основании 230 федерального закона с указанием полных реквизитов. Я все же не поленюсь, я сейчас вам зачитаю статейку для вашего... Извините, пожалуйста, мне некогда вас слушать. А, так вы тот же самый субъект, который говорит одно, а на самом деле совершенно другое. То есть вы считали... Да давайте я вам пользу принесу хотя бы немножко. Хоть в начале дня не нужна вам... Ничего вы мне не объяснили. Если вы понимаете, вы мне ничего не объяснили, я теперь понял. Ничего мы Тинькову не должны. У Тинькова нет ни одного... Тинькову вы не должны, вы должны коллекторскому агенту. Я уж... Нет, а вот это уж извините. Это, пожалуйста, на три буквы, посередине буква У. Собирайте весь с вас там пакет этих документов, что там у вас есть, и в суд идите, если вы так считаете. Если вы считаете, что ваши права ущемлены, вы купили там что-то, то я хлопаю в ладоши вашей сообразительности, а напоследок вам почитаю статью 9.2.2 федерального закона. Уведомление должника о привлечении... А, не пойдете в суд, тогда точно. Мы пойдем в суд. А, хорошо. Уведомление должника о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия с должником. Кредитор в течение 30 рабочих дней с даты привлечения иного лица для... Простите. Для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обязан уведомить об этом должника. путем направления соответствующего уведомления по почте с заказным письмом с уведомлением о вручении и путем вручения уведомления под расписку. Уведомление должно быть указано предусмотренной частью 7 статьи 7 настоящего федерального закона сведения о лице указанном в части 1 настоящей статьи. То есть ни о какой выписке речи быть не может, а четкие конкретные действия вам регламентированы, точнее не вам, а кредитору. И только после того, как этот кредитор сделает, осуществит эти действия, вы можете что-то у нас требовать. Пока что нет. Четвертам был отправлен. А нафига она это сделала? Четвертам выписка была отправлена. Я еще раз говорю, мне очень нравится творчество Жванецкого. Тоже отправьте, а наверху напишите. На основании вот этого вот филеетона вы теперь мне должны. А знаете, у Жванецкого есть такая интересная. подъехать на танк поближе и на вопрос с продавщицей. Это кто здесь такой умный? Я и подъехать поближе. Я понимаю, что я должна общаться с... Вам нужно общаться с психиатром как можно больше. Запомните. И не звоните, пожалуйста, не подкрепив базу информационную свою. Очередной дилетант. Звонки будут продолжаться. А зачем? Что это изменит? Ну, звоните. Ой, как весело, оказывается, не отдавать долги. Потому что не можете вы их взыскивать. Не умеете. Дилетанты. Как вы там представились, Наталья Рафаэловна? Кто вы там? Эксперт, вы сказали. Не смешите коту яйца. Вы не эксперт. Вы так и говорите. Главный, старший дилетант. Вот как вам надо представляться. Вы не готовы к конструктивному разговору. Не говорите со мной в параллель. Ой, навеселение. Старший эксперт. Старший дилетант дилетантов. Мы не готовы к конструктивному разговору. Да, не готов. Кто-то из нас не готов к этому разговору. Кто-то из... Друзья мои, кто-то из нас действительно не готов к тому. Вы, наверное, уже поняли. Ну, вот такой, на мой взгляд, очень-очень поучительный диалог. Здесь, как я говорю, и комментировать-то нечего. Кому непонятно, что это было в процессе этого диалога. Многие уже поняли, что закон на вашей стороне, уважаемые заемщики или люди, подвергающиеся нападкам коллекторов. Я уверен, на 100% ни у одного из вас нет письма от кредитора. Я подчеркну, от кредитора. От коллекторов полно может быть писем. А вот именно от кредитора с указанием полных реквизитов той стороны, которая вправе требовать. Потому что ничего они не продают никому. Ничего. Ваша фамилия, имя, отчество просто тупо помещается в базу должников, так называемый сайт базы должников, откуда коллекторы просто черпают информацию совершенно бессовестным, незаконным образом. В этой связи не может быть соблюден весь регламент, положенный по закону. Нет, не может. Это бывает в единицах случаев. И не чаще. Это когда приходит действительно какой-нибудь неразумный, вновь появившийся коллектор и выкупает этот долг. Потому что те же банкиры совершенно спокойно, с улыбкой на лице, обдурят этого покупателя. Им важнее деньги. Вот и все. Обдурят, расскажут, что практически процесс взыскания закончен, там уже осталось совсем чуть-чуть. Вот долг там 100 тысяч, купите за 10. Ну и те потом будут эти 100 тысяч вымогать. У вас и законных оснований никаких у них не будет. Потому что даже если кредитор отправит вот это вот письмо вам, что действительно появился законный взыскатель, то вот этот вот законный взыскатель, скорее всего, даже в суд не пойдет. Потому что у него одна единственная надежда взыскать до суда. Но если вы подготовлены, если за вас работают специалисты, предположим, такие, как в нашей компании, компания АЛЯМ, то этому новому правоприемнику вообще ничего не светит. В суде уж точно. А ну а отдавать не по решению суда, а на основании угроз и уговоров, это, конечно, выбор каждого, но это глупый выбор. Глупый выбор. Потому что у коллекторов, как правило, нет серьезной силы, способной вас склонить к каким-то платежам. Кроме вот этих вот угроз. И все. Нет у них никаких выездных групп и так далее, и тому подобное. Те, кто на нашем канале давно, это четко понимает. Те, кто недавно появился здесь, пожалуйста, я вас направлю в описание ролика этого, ну или любого другого ролика. Смотрите, там есть ссылочка на наш сайт. И на сайте выложено видео, как устроена работа кредитных юристов. Также в последние 20 секунд ролика всплывает аннотация в левом углу картинки воспроизведения, где тоже есть ссылка прям напрямую на ролик, как устроена работа специалистов компании Алиам. Что мы для вас делаем. И полностью, полностью все разложено по полочкам. Если хотите встать под юридическую защиту, вот посмотрите, пожалуйста, внимательно все. Потом оставляйте заявку. Ну и, конечно же, в описании ролика есть ссылочка на группу ВКонтакте, где все ролики дублируются. Ну, от вас что? Хорошего настроения на все оставшееся время суток. Ну и, конечно же, лайк, если вам не трудно, палец вверх. Ну и в соцсетях, пожалуйста, всегда об этом говорю. Делитесь в соцсетях. Под роликом есть слово «поделиться». Вы просто берете, нажимаете, появляется лента, иконки соцсетей, там, где вы зарегистрированы. Пожалуйста, поделитесь со своими друзьями. Пускай как можно больше людей узнают о том, что на самом деле ничего страшного нет, если вы не можете платить по кредитам. С вами был Кузнецов Дмитрий, центр юридической защиты компании «Алиам». До свидания.